Я Анастасия Щербакова и это проект «Мы на ты». Ну, собственно, в названии вся концепция. Но сегодня пойдет не по плану. Прежде всего, из-за возраста моей героини, из уважения к ее возрасту, Светлана Белоусова. Модель, фото-модель 60+. Ну, а где снимать модель, как не в фото-студии? 50-55, это пенсия. Это вообще не про нас, не про русских женщин. Ну, просто надо расслабиться. Вот это я могу. Не выпячивай себя, будь скромнее. Чем это там бабушка занялась? Мужчины восхищаются. Про возраст вас можно спрашивать? Конечно. Так как вы все нам разрешили, Светлана, сколько же вам лет? Мне полно 67, а 1 августа исполнится 68 лет. Так что вот совсем скоро, через месяц. И сколько лет вы модель? Моделинг я пришла в 64 года. Стала моделью, была моя первая фотосессия. И все случилось совершенно случайно, как и все в этой жизни. А до этого вы на пенсии были? Нет, я работала. Я работаю преподавателем в колледже. Я преподаю финансы предприятия и менеджмент. Киновидеотехнический колледж. То есть я там и сейчас работаю. Как же все случилось? Как разрушился этот шаблон классический, когда взрослая женщина – это дача, внуки, а не модель, не фотокамеры? Я совершенно случайно пришла в Академию Стельф закрашивать седину и попала к замечательному мастеру. Кристина ходила возле меня, смотрела на меня и потом предложила мне стать ее моделью в конкурсе «Звезда Эстель». Я сначала очень смутилась, потому что я никогда раньше не фотографировалась. Но так как я авантюристка по характеру, то я согласилась, сказала, давайте попробуем. Первая фотосессия, которая была, я была в клетчатых штанах, в белой рубахе, с ярко-рыжими волосами, с ярким макияжем. И все это было в новинку для меня. А как это, вот первая фотосессия? Ничего не знаешь, ничего не умеешь. Да. Страшно. Мне попалась очень профессиональная команда, которая сумела расслабить совершенно непрофессиональную модель, которая первый раз перед камерами. и получилось очень все прилично и очень достойно. То есть вы раньше не фотографировались, не любили фотографироваться? Никогда. Светлана, мы с собой на съемки взяли фотографа. Не просто, чтобы он вас поснимал, а чтобы вы немножечко помогли мне. Я не умею фотографироваться, не люблю. Все время как смущаюсь. Помогите мне, пожалуйста. Хорошо. Давайте попробуем. Ну, просто надо расслабиться и... Ну, вот... А, ноги-то у нас не будут, да? Ноги не будут. Но все равно как бы... Вот. Надо, чтобы руки были на разных... Разный уровень, да? Ну, можно, собственно говоря, вот так сделать. Или просто поправить волосы. Показать свою сережку. Можно положить руку так вот. Смотреть туда, на камеру. Еще говорят, перед тем, как сниматься, надо всегда так сделать. Бру-ру-ру. Вот это я могу. Бру-ру-ру. И все сразу будет хорошо. С тех пор прошло 4 года. Что это за 4 года? О, это 4 года замечательных в моей жизни. Потому что, собственно, жизнь перевернулась. Как вы сказали, да? У обыкновенной женщины, которая не занимается моделингом, это какие-то другие дела. Да, да, да. Может быть, это дача. У меня дачи, правда, нету. Но это внуки. Это, может быть, еще какие-то такие повседневные дела. Моделинг занимает совершенно другую область жизни. И когда ты в эту область внедряешься, то, естественно, очень многое меняется. Меняется взгляд, потому что ты с модой все-таки как-то контактируешь, да? Взгляд на то, что ты носишь. Меняется взгляд на то, как ты красишься или вообще не красишься совсем, нужно ли краситься. Меняется осанка. Меняется свой взгляд на саму себя. Когда женщины меня спрашивают, я всегда им говорю, вот не пожалейте ни времени, ни средств, сделайте себе профессиональную фотосессию. Вы со специалистами, то есть с профессионалами, вы увидите себя с другой стороны. Ну, вы вот за лацком держитесь, а я за что-что, а мне что делать? Ну, можно вот так. Давайте вот так попробуем. Давай. Как вот сделать, чтобы фотография красивая была? Посмотреть влюбленными глазами на фотографа. А как вы подругам, например, рассказали, что вы модель? Мы все же родом из советского времени, да? Не выпячивай себя, будь скромнее, нечего показывать. Ну, было такое. Было такое. Но даже, по первости, родные мои тоже смотрели на фотографии, удивлялись, чем это там бабушка занялась. Но со временем это все прошло. То есть я на это не обращала особого внимания, потому что мне нравилось занятие, мне нравился моделинг, мне вообще нравилась вот эта атмосфера, в которую я попала. Поэтому со временем, когда фотографий все становилось больше и больше, и они разнообразные, я очень люблю, чтобы были разные образы. Вот попробовать, чтобы они были не однотипные, а чтобы действительно типажи на фотосъемках, они были разные. Поэтому потом все как бы уладилось само собой, и меня приняли как модели, даже гордятся. Формулировка «возрастные модели», она правильная или она обижает? Как говорить правильно? Она не обижает, но как-то коряво говорится «возрастные модели». Мне больше нравятся модели элегантного возраста. О, да. Потому что, ну что такое возрастные модели? То есть сейчас, естественно, вот когда я начинала 4 года назад, да, то есть я ориентировалась, естественно, у нас было 2 замечательные модели, они сейчас есть. Восхищалась Танечка Неклюдова и Валя Ясень. Вот, я очень рада и горда тем, что я и с Татьяной, и с Валентиной знакома лично, но они были для меня пример. То есть больше, собственно говоря, никаких особых моделей у нас тогда не было. Сейчас очень много женщин начинают заниматься и в 40 с лишним, да, 40+, и 45+, и 50+. И поэтому, как бы, всех их объединять вот таким вот определением возрастные модели, мне кажется, это не совсем корректно. Светлана, а почему вот этот тренд действительно стал формироваться? Тренд на возраст? Собственно говоря, молодые девочки, которые демонстрировали и одежду, да, различные бренды, то есть все это понятно. Это очень красиво, очень эстетично смотрится. Но эта одежда, ее же носят не только молодые девочки, она же подходит вообще как бы и женщинам, которые постарше. И поэтому это здорово, когда вот женщины нашего возраста тоже демонстрируют, что они тоже могут быть красивы, могут носить красивую стильную одежду, и это совершенно вообще вне возраста. Красота, она вне возраста. И поэтому мы это только приветствуем. Это первое. И второе, мне кажется, вот это количество фотографий женщин элегантного возраста, которая стала появляться в соцсетях, оно дает понять молодым девочкам, что стареть не страшно. Есть формулировка «боди-позитив», мне кажется, нужно сделать формулировку «эйдж-позитив». Да, обязательно. У вас есть какие-то тоже параметры для модели, как 90-60-90 на классическом профессиональном подиуме? У вас тоже такие есть? Ну, есть, конечно, дизайнеры, которые шьют только на 44-й размер. То есть, да, мы туда не подходим. Но сейчас дизайнеры, они как бы тоже перестраиваются, и они шьют на, собственно говоря, размеры и большие, и средние. И здесь уже нет такого вот различия, именно что ты должен быть очень тоненький, именно по тем параметрам, о которых вы говорите. Но вы-то точно соответствуете. Вот у вас сколько рост? Нет, я не совсем соответствую. У меня рост 173. Так. Но размер у меня вверх 48, а низ 46. То есть вот как бы в 44 сложновато. Ну, в принципе, в принципе, благодаря росту, конечно, я смотрюсь не полной, а именно вот такой стройной женщиной. Это приносит доход? Если бы мне моделинг приносил такой доход, чтобы я могла кроме пенсии больше ничем не заниматься, наверное, я бы с удовольствием занималась только моделингом. Но все наши пенсионеры российские работают не просто так, а потому что пенсии наши невелики, и, собственно говоря, прожить на них не так просто. Поэтому я работаю, хотя и моя работа преподавательская, она мне тоже доставляет удовольствие. Кстати, про студентов. Знают они, чем вы еще занимаетесь? Основная масса не знает. И я, собственно говоря, это особо не афиширую. Вы стесняетесь? Нет, не то, что не стесняюсь. Я очень строгий преподаватель. Да. И поэтому, собственно говоря, разговоры о моделинге со студентами, я считаю, ни к чему абсолютно. Но те, которые у меня уже закончили обучаться, они, как правило, знают. Самая экстремальная съемка какая у вас была? О! Ну, у меня таких, наверное, две съемки были, о которых можно рассказать. Первая съемка это была в прачечной. На конкурс мы с фотографом Ксения делали работу, и нужно было показать нарядную, элегантную, экстравагантную домохозяйку, которая в красивом наряде пришла в прачечную стирать. Вот, там мне пришлось и вылезать из машины, как бы, стиральной, то есть изображать это. Ну, и вообще съемка была очень интересная. А, у меня была еще одна фотосъемка в экстремальных условиях. Это на скалодроме. На скалодроме, когда я согласилась, да, сниматься. Да, это было очень экстремально. Но я на это пошла, есть, да, есть замечательные фотографии. Зрителям нашим скажем о том, что все ваши фотографии можно посмотреть у вас в Инстаграме, да? Да. У вас там 12 почти тысяч подписчиков, немало, немаленько. Да, Инстаграм я веду сама. Вы и тут вообще рвете шаблоны. Ни Одноклассники, ни ВКонтакте, а Инстаграм. Вы пошли по молодежным таким площадкам. Инстаграм очень удобная площадка. Очень люблю снимать различные сторис. И Инстаграм, собственно говоря, это та площадка, на которой тебя видят. Да, то есть ты можешь, вот открыл страницу, и сразу как бы видна, полистал-полистал, вот объем тех фотографий, которые есть, он сразу виден. И то, что тебя заинтересует, ты можешь открыть и посмотреть. То есть это важно для фотографов, которых ищу я, да? И которые ищут модель для своих проектов. То есть поэтому, естественно, я заинтересована в том, чтобы мой аккаунт открывали, смотрели. А что мужчины? Мне кажется, вас вниманием не обделяют. Да, мужчины восхищаются и фотографиями, и пишут, но как бы на серьезные отношения я не совсем иду. Мне кажется, что фотография – это одно, это все-таки я там другая. Я там модель. На самом деле я обыкновенная женщина. Но, глядя на фотографии, пишут комментарии, да, мне приятно, я их принимаю, эти комплименты. Дальше комплиментов дело не заходит. Да. А как вы за собой следите? Все делаю. Все, кроме уколов. Я делаю массажи раз в полгода, то есть курс массажа, да, то есть в год два раза. Я делаю различные маски, я люблю, я прошла в марафон по тейпированию. Вот гимнастика для лица как-то у меня не пошла, все-таки ее надо делать, мне кажется, с тренером, и, ну, можно что-то не так сделать. А почему вы отказываетесь от уколов каких-то, красоты, витамины? Не потому, что я боюсь уколов, просто я считаю, что все равно старение должно быть естественным, то есть, чтобы не нарушать какие-то, ну, морщины, они все равно будут. А страх возраста? Страх? Страх старости. Почему-то возникает страх старости и возраста у 30-летних и те, которые поближе к 40-ка. Ну, может быть, я тоже в этом возрасте боялась, я уже и не помню. Мне казалось, что да, женщина 50-55, это пенсия, это вообще что-то непонятное. А сейчас, кажется, женщина, вообще жизнь-то только начинается. Сын вырос, у меня один сын, внучки уже тоже подросли, поэтому вот живи и радуйся тем прелестям, которые есть. Я очень люблю путешествовать. Что вам нравится в сегодняшнем времени? Ой, мне нравится, что все доступно. Ну, не считая пандемии, которая нас всех подкосила. То есть мне нравится то, что я как бы могу быть моделью в своем возрасте. Мне нравится, что меня приглашают на какие-то съемки. Мне нравится, что я имею возможность путешествовать. Ну, вообще вы были в Таиланде. Да. На Гуа. Да. На Майорка. На Майорка в Испании. И в Валенсии у меня, в Валенсии. На Майорке очень люблю. Да, я там была три месяца, я там жила. А вам кажется, что каждая российская женщина может себя так ощущать в ваши годы? Я думаю, что каждая, если она этим займется. То есть каждая женщина способна ухаживать за собой. Каждая женщина способна вообще вести активный образ жизни. То есть, ну, пускай она не будет ходить в зал, в спортивный зал. Пускай она просто гуляет. Ну, ходьба – это тоже очень хорошо. То есть, и ощущать себя легкой в своем возрасте, не переедать, опять-таки, и не сидеть на диване, смотря телевизор, я думаю, вполне можно. Вам не кажется, что женщины посмотрят на вас, обычные российские женщины, и скажут, ну, что она такое говорит? Мне надо подумать о муже, о внуках, мне нужно огород свой сделать. И это вообще не про нас, не про русских женщин. Надо расставлять приоритеты. То есть можно вполне и с мужем, и с внуками, и с огородом чувствовать себя полноценной женщиной. Главное, что надо это прочувствовать. То есть мужу дать копать грядки, внучек тоже туда же, чтобы на помощь, а самой пойти, например, послушать музыку в филармонию. Я поняла. Нужно просто себя любить. Любить, конечно. Нужно просто себя любить и ценить. Я очень надеюсь, что мы перестанем бояться старости, возраста. Спасибо. Ее не надо бояться. Она прекрасна. Жизнь в любом возрасте прекрасна. Главное это ощущать. Вы еще все время так улыбаетесь, что невозможно тоже не улыбаться вместе с вами. Спасибо. 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 Субтитры подогнал «Симон»! Спасибо. 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 Субтитры подогнал «Симон»!